здорово народ и сегодня поговорим о том какие вещи мешают развиваться гитаристу первая вещь такая она относится к таким самым что ни на есть вот прям мешает развиваться именно это прям конкретно такая физическая штука да то есть если у вас какая-то физически сложная работа напряженная что я имею ввиду если вам на работе приходится что-то допустим руками сжимать долго держать в руках вообще на руках что-то нести и что-то такое делать руками там я не знаю ну типа там какой-то отбойный молоток или вот допустим пример да такой я в свою жизнь занимался был делом этом мотокроссом гонял по треку на мотике и вот когда допустим занимаешься тренировками мото тренировками ты целый день в руках сжимаешь мотоциклетный руль допустим у мотокроссового байка да ну это экстремальные все мотоциклы гоночные спортивные трековые моторы мощные и ты его этот руль сжимаешь ну то есть это вот прям такая практически просто палка который тащит тебя ты за нее держишься то есть сильные такие нагрузки на руки да вообще на все вот либо физический труд и работа связанная с тем что вы в руках что-то сильно вот так вот сжимаете то есть у вас вот прям руки конкретно работает вот эта вещь она очень сильно мешает развитию даже я когда допустим занимался пианино вообще я пианист по идее но еще было ребенком там музыкальной школе когда еще был и я хотел пойти в секцию там типа карате и вот моя учительница она прям моим родителям сказал что если он пойдет на карате тогда короче это идет в общем прям именно против занятий на пианино то есть это надо значит руки там в кулаки сжимать ими бить то есть но конкретно вот такая нагрузка да то есть такая грубая то конечно тогда пианино и уровень игры на пианино он тогда будет падать вот поэтому вот это вот серьезная вещь которая вам возможно не даст развиваться как гитариста но если у вас такая работа тяжелая до связанная с физическим трудом где вы конкретно своими руками что-то держите сжимаете подолгу да там или что-то постоянно переносить ими то есть конкретно вот именно руками да это говорит о том что вам нужно отдыхать больше и возможно больше заниматься гитарой да но надо давать рукам отдохнуть то есть допустим если вы там целый день были на работе я не знаю там и таскали руками кучу бетона до собирая новую пирамиду хиопса то возможно после этого вам просто нужно конкретно отдохнуть то есть надо знать что это все таки немножечко идет в разрез с тонким искусством овладевание навыками игры на каком-то музыкальном инструменте где вы играете своими ручками вот то есть первая причина это большой физический труд физические нагрузки именно на руки когда у вас руки просто за день они становятся деревянными то есть вот рука привыкла вот схватил что-то и целый день вот так в таком напряженке это конечно сильно влияет на занятие гитарой даже не только гитары а вообще в принципе на музыкальных инструментах потому что играть на музыкальном инструменте эта штука тонкая а ворочать мешки и камни понимаете это вещь грубая поэтому это две вещи которые противоречат друг друга но о чем это говорит о том что вам нужно просто больше заниматься на гитаре вы должны понимать что после физического огромного такого труда грубого руки должны более-менее успокоиться прийти в какое-то нормальное нормальных положение после этого уже брать гитару и просто вам нужно побольше заниматься ну то есть надо осознавать вот а вот такую вот такую вещь вторая причина она в принципе вытекает из первой чем-то но это наоборот для тех людей которые фанаты гитары и прям думают что надо именно каждый день блин играть чем больше тем лучше вторая причина это так называемая переигранность рук то есть вы просто можете переиграть руки переиграть пальцы некоторые то есть допустим если вы хотите целый день играть быстро да то есть вы гоняете какой-то быстрый ход быстрый прием до игры вы угоняйте гоняйте гоняйте вы банально переиграйте пальцы просто вообще руки в принципе банально переиграете руки то есть это вот тоже самое что вот когда вы целый день занимаетесь каким-то физическим трудом когда вы руками что-то сжимаете как в первой причине да то они у вас под конец дня эти руки просто становятся каменные, они вот застыли вот в таком положении как клешня, это тоже как бы скованность мышц, да, вот эти вот все дела, то есть если вы целыми днями хотите быстро поливать просто как изверг то вы банально переиграете руки, в руках это же мышцы то есть им надо давать отдохнуть тоже как вообще узнать, что у вас есть вот эта переигранность, что вы переиграли там руки, а можно даже отдельные пальцы, поэтому упражнение нужно соответствующе делать правильно именно на пальцы, особенно вот эти третий, четвертый палец, да, вот эти вот, мизинец, короче вот на эти пальцы, на такие самые-самые такие слабенькие на них определенные нужно делать упражнения, понимаете, чтобы вот эти пальцы, чтобы у них не было переигранности и чтобы вы могли вот эти вот упражнения гонять целыми днями не причиняя вред вообще вашим пальцам, вашей руке то есть это вот переигранность, что это такое? Это когда вы берете гитару и даже если вы вчера играли, было все хорошо а, сегодня вы берете гитару и вроде вы ничем не занимались, встали с утра, вы такой типа бодренький, берете гитару начинаете играть, а у вас пальцы вот просто уставшие. Вот вы берете начинайте играть какую-то гамму хотите пройти, а они прям, опа и уже устали эти пальцы. Вот уже сразу. Вот даже еще ничего не поиграли, а они уже сразу устали, то есть вы начинаете что-то играть, они вот, ну прям в них усталость бешеная хотя вы только взяли гитару вот это вот значит возможно вчера вы слишком переусердствовали на чем-то и вот сегодня они вот у вас сегодня они вот у вас в таком состоянии как всегда все хорошо в меру как допустим люди спортзале занимаются да там допустим во первых два-три раза в неделю это происходит потом первый день там бицепсы второй день там спина третий день там ноги да то есть все раздельно а все остальное время люди едят и едят и едят но это нет золото отдельно такая тема здесь конечно с гитарой можно естественно играть каждый день надо да но нужно подходить с умом и то есть не прям вот за один день и за одну тренировку там вечернюю из себя полностью вообще 200 процентов выжимать а потом три дня у вас вот эта вот рука она будет просто в мертвом положении то есть надо в этом случае надо просто дать отдохнуть мышцам в руке просто отдать отдохнуть если вы чувствуете что у вас вот это вот такая вот переигранность присутствует отложите гитару на день к два просто дайте руки отдохнуть это вторая причина и третья причина такая банальная можно сказать что вы изначально неправильно занимаетесь простые вещи изначально вы делаете неправильно то есть нет постановки руки вообще никакой там не классической не блюзовой вот это вот классического урока ничего то есть вы просто сами начали играть как самоучка да и я вот тоже занимаюсь с учениками встречаем много вообще вот абсолютно все разные люди и есть такие случаи когда люди там и 10 и 15 и 20 лет играют но изначально неправильно играли заучили уже свои ошибки уже у них на автомате вот так а двинуться дальше никуда не могут то есть вот банально но вот такая причина то что вы с самого начала просто неправильно играете потом там не те пальцы там развиваете да там обычно вот это вот связка начинает развиваться вот это вот ну как по пентатону угоняет да все начинают а допустим вот это вот связка вот это вот связь вообще вот эти вот пальцы 2 3 4 то есть как бы между ними вообще нет никакой жизни то есть надо играть на гитаре и развиваться равномерно чтобы нагрузка среди пальцев равномерно распространялась то есть люди как вот допустим самоучки начинает играть они начинает играть по принципу куда бежит маленький ребенок. А маленький ребенок, господа мои, он всегда бежит только с горочки вниз. Потому что легче, туда же и вода у нас бежит. Вот, поэтому, как вот люди играют? Люди начинают играть на гитаре, о, типа, вот так я могу играть, так вот мне проще. И все. И 20 лет прошло, и вот так человек как проще отыграл, а потом выясняется, что какой-нибудь там он сол хочет сыграть, а там другой ход, другой паттерн, где просто банально другая связка пальцев используется, и затык. В этом случае нужно, получается, у него, допустим, есть скилл, вот между вот этих двух пальцев, вот такой. А между там другим связками пальцев скилл вообще вот такой, его вообще нет. В этом случае нужно поднимать соответствующими упражнениями вот эти вот пальцы, подгонять под те, которые более-менее у него развиты, вот эти вот связки, понимаете, да? То есть это дисбаланс вообще произошел. человек. То есть это огромный-огромный дисбаланс. Поэтому, конечно, лучше начинать играть на электрогитаре правильно. С самого начала идти, может быть, медленнее, но правильными шагами, короче, правильными паттернами, правильными упражнениями разгоняться. Разгоняться не только там через вот эти два пальца, но и вот через вот эти вот эти пальцы, и через вот эти вот пальцы. Понимаете? То есть все должно идти равномерно и постепенно. что же, вот такие вот вещи, значит, первое, что мешает, это вот такая прям причина физическая, которая даже, можно сказать, не от вас, зависит от образа жизни, от работы, которую выбрали изначально, в которой вы занимаетесь. То есть это вот, если у вас работа с физическим трудом связана, где нагрузка на руки огромная, я не знаю, там, таскать бетон, это, да, это портит такому тонкому занятию, как игра на музыкальном инструменте. Надо это знать, надо просто понимать, что надо давать рукам отдохнуть и просто возможно больше заниматься на гитаре, относиться более к правильному вообще к подходу изучения игры на гитаре. Вторая вещь, это переигранность пальцев. Вы просто можете переиграть вообще всю руку. Я, допустим, наигрался вот даже в том году, сейчас понятно, вот такая ситуация у нас идет. Я со своими концертами доигрался до того, что у меня вот электрошок вообще начался в руке. А я посмотрел, это, между прочим, болезнь перерастает, да, то, что у нас вот здесь, вот здесь вот, короче, есть нервный узел, и когда рука долго находится в неестественном положении, там, короче, что-то с нервами происходит. То есть вот я сколько вот концертов отыграл, ну, каждый день концерты там, а бывали дни, когда и четыре концерта было подряд. Бывали такие дни, когда ты шесть или восемь часов играешь на гитаре, именно концерты, плюс еще и стресс, да, бывали такие деньки у меня. И у меня прям были вот, прям вот, играешь на гитаре, прям как будто вот электричество проходит. Это уже не то, что переигранность рук, это уже, ну, это уже вообще вы там ломаете все нервы, короче, то есть это уже может болезнь перерасти. Это, не помню, как болезнь называется, в общем, это у тех людей, у которых рука долго находится в неестественном положении. То есть вы когда с гитарой стоите, она же у вас как бы вот так вот все время, да, скручена эта рука, вот так вы играете. И вот так вот, допустим, эта рука там, не знаю, восемь часов подряд у вас. То есть это вообще может перерасти и в болезнь даже, это вообще опасно. То есть это вот переигранность рук. И третья вещь, это банально вы неправильно занимались, заучили собственные ошибки и просто вошли в ступор. Что ж, на этом мы закончим, дорогие мои, все, что я вам я хотел рассказать. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА